МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, здравствуйте, мои любознательные друзья! Я, Анна Семёновна Бабочкина, объявляю очередное заседание нашего биологического общества Академии занимательных наук открытым. Итак, о чём мы с вами сегодня узнаем? Сейчас посмотрим. Я, как всегда, нетерпением. Итак, пишет нам Дима Семёнов из Волгограда. Здравствуйте, Анна Семёновна! Расскажите, пожалуйста, для чего животным нужны хвосты? Замечательный вопрос, Дима. Вот когда я была маленькая, я тоже была озадачена. Но как же так? У человека хвоста нет, даже самого маленького. А у животных есть. А вы помните рассказ Виталия Бианки про хвосты? В котором глупая муха прилетела к человеку и попросила его сделать ей хвост. Она-то считала, что животным хвосты для красоты нужны. Но потом, пообщавшись с разными животными, убедила, что это не так. Вот мы сейчас и выясним, в чём же здесь дело. Начну с того, что не у всех животных есть хвосты. Это зависит от среды их обитания и способа передвижения. Например, если животное обитает в кустарниках или в густой траве, оно может запросто поранить хвост или зацепиться им за веску. Правильно? Особенно, если животное передвигается прыжками. Как известно, у зайца хвост маленький. Да и у лейминга, полевого хомячка тоже. Также и у подземных животных. У кротов хвостики крошечные-крошечные, почти незаметные. Естественно, все дело в том, что с длинным хвостом под землёй было бы ужасно неудобно. И так животным, которые бегают внизу, хвосты могут помешать. А вот тем, кто обитает в вышине, хвост просто необходим. Для чего? А для того же, что и шестка натоходца. У животных наших лесов белок, куниц, соболей. И у тропических жителей – лемуров, руконожек, некоторых обезьян. Хвост выполняет функцию шеста, позволяя владельцам сохранять равновесие. И легко основать по ветвям. Они это делают лучше цирковых артистов. Недаром сумчатого зверька под названием «Большой летающий опоссум» в Австралии называют канатным плесуном. У тушканчиков на кончике почти голого хвоста находится кисточка. Они как бы опираются кисточкой хвоста в воздух и не падают, даже совершая на бегу крутые повороты. Дорогой Дима, наверняка ты подумал о том же, о чём и я. А как же рыбы и птицы? Рыбам хвост служит рулём. Они, а также саламандры, тритоны и крокодилы двигают им вправо-влево, а вот киты, дельфины, тюлени и бобры – вверх-вниз. В качестве руля хвост используется не только рыбами, но и птицами. Конечно, в воздухе пернатые отлично поворачиваются и с помощью крыльев, но хвост увеличивает их маневренность, то есть возможность двигаться в разные стороны. Также с помощью хвостов они тормозят и помогают держать равновесие. А ещё удивительный факт – крупные кенгуру пользуются своим длинным хвостом, как табуреткой. Очень удобно, не правда ли? А ещё хвост может помогать лазать. Например, у североамериканских опоссумов хвост длинный и цепкий. Опоссум цепляется хвостом за ветки и может даже повиснуть на нём. Ещё хвост служит средством общения, но все вы помните, что когда собака радуется, она виляет хвостом. Точно так же гремучая змея, пугая, начинает трясти кончиком хвоста, который издаёт страшный звук. Лошади и коровы отгоняют хвостами назойливых мух, а тритоны хвостом дышат. Нет, жабры у них на хвостах, конечно, нет, зато там очень тонкая кожа, что способствует лёгкому проникновению кислорода в кровь. Вот так удивительно устроен мир Дима. Надеюсь, ты теперь понимаешь, кому и почему хвост не нужен, а кто без него никак не обойдётся. А у нас с вами новое письмо. И прислала нам его Саша Чичилёва из Кирова-Чепецка. Здравствуйте, уважаемая Анна Семёновна. Недавно мой кот пришёл с прогулки с исцарапанным носом и принёс на хвосте листочек какого-то кустарника. Что это такое? Помогите разобраться, где же он гулял. Так, я ведь действительно что-то получала в конверте. А где он? Где он? Где он? Ага, вот, нашла. Вот он, таинственный конверт. И вот он, загадочный листочек. Так, листочек у нас овальной формы. Сверху тёмно-зелёный, снизу беловатый. В пушистых мелких волосках. Вот я вижу. Вот здесь и здесь. Угу. Ну что ж, назовём наше расследование. Дело о таинственном листочке. Так, что же это у нас за листочек такой? По-моему, надо включить программу идентификации. Так, это не то. Угу, это не то. Вот оно. Да это же малина. Ну, теперь понятно, почему твой кот вернулся из царапанной. На него никто не нападал. Всё дело в колючках. Впрочем, давайте-ка по порядку. Итак, малина обыкновенная. Ну, все вы знаете этот кустарник с маленькими красными ягодами. А если у вас есть дача, то ваши родители наверняка выращивают там малину. В научных кругах малина называется рубус и деус. Латинское название рода рубус происходит от латинского рубер – красный. И связано с окраской плодов малины. Давайте-ка теперь узнаем подробности. Имя – малина. Фамилия – обыкновенная. Царство – растения. Порядок – разоцветные. Семейства – розовые. Род – рубус. Рост – от полутора до двух метров. Вес ягод – 1,8 – 2,2 грамма. Постоянное место жительства – северное полушарие. Ближайшие родственники – 250 видов. Особые приметы. Стебли покрыты маленькими тонкими шипами. Видишь, Саша, всё дело в том, что твой кот забрался в малинник. Люди лакомятся малиной, а также другими ягодами этого рода с древнейших времён. Ещё бы! Ведь плоды этих кустарников невероятно вкусны, доступны и питательны. Культурные сорта малины происходят от дикой малины обыкновенной, о которой мы с вами ведём речь. И от близкого к ней американского вида – малины черноволосистой. Да-да, малины произрастают и на другом континенте. Малина – хороший медонос. Когда она цветёт, пчёлы работают от восхода до заката, не обращая внимания на другие растения. Благодаря тому, что цветок малины опрокинут вниз, пчела находится как бы под зонтиком и может работать даже во время дождя. Из нектара, собранного с одного гектара цветущей лесной малины, пчёлы получают 70 килограммов мёда, а с одного гектара садовой – 50 килограммов. А ещё малина полезна тем, что содержит глюкозу, которая необходима для мозга и сердца. Органические кислоты, которые содержатся в малине, способствуют лучшему перевариванию пищи, а также включаются в обмен веществ. Особое место среди органических кислот малины занимает салициловая кислота, которая обладает жаропонижающим, патагонным и обезболивающим действием. Поэтому малину традиционно применяют при простудных заболеваниях, гриппе и ОРЗ. А сейчас, мои дорогие любознательные друзья, я хочу вас научить ещё кое-чему. У меня здесь в коробочке сюрприз. Здесь у меня хранятся ягоды сухой малины. Они ни в коем случае не утратили своих полезных свойств, поэтому если вы заболели, то сделайте обязательно чай из сухих ягод. Итак, берём две чайные ложечки сухой малины, кладём в чашечку, и заливаем одним стаканом кипятка. Отличный запах пошёл. Всё это мы перемешиваем. И получаем замечательное средство при простуде. Его необходимо пить горячим. На этом дело о малине я объявляю закрытым. А у нас очередное письмо. И снова с посылкой. Так, сперва почитаем, что же нам пишут. Наверняка нас ждёт очередное увлекательное расследование. Здравствуйте, Анна Семёновна. Я был в деревне и нашёл в поле странные скорлупки. Чьи они? На куриные не похожи. С уважением, Вася Жилинков. А вот и посылка. Посмотрим. Действительно, скорлупа не куриная. Чья же она тогда? Давайте посмотрим. Так, окраска пятнистая. В основном коричневые пятнышки. Скорлупа очень тонкая и хрупкая. Давайте-ка назовём наше дело делом о пятнистой скорлупке. Ну, тут, я думаю, без программы идентификации не разобраться. Так, смотрим. Не то. Это тоже не то. Всё не то. Ага, вот оно. Это же перепелиные яйца. Вася, ты говоришь, что нашёл скорлупу в поле? Действительно, перепела перемещаются в поля тогда, когда созревают хлеба. Потому что в это время им в поле настоящие раздолье. Никуда не нужно ходить на поиски пропитания. Улетают на юб перепела только в августе, в сентябре. Давайте-ка посмотрим их личное дело. Имя. Перепел. Царство. Животные. Класс. Птицы. Отряд. Курообразные. Семейство. Фазановые. Род. Перепела. Длина тела. От 16 до 20 сантиметров. Вес. 80-145 граммов. Постоянное место жительства. Европа. Африка. Западная Азия. Россия. Характер. Задиристый. Особые приметы. Громкий голос. Полосато-пятнистый окрас. Ну что ни говори, птичка наша действительно весьма и весьма задиристая. По весне самцы перепела начинают устраивать настоящие бои. Их даже специально держат в клетках, как бойцовую птицу. Перепелиные бои были настоящим развлечением в Туркестане. Так раньше называли Центральную Азию. И в России начало 20 века. Кстати, любопытный факт. В древнем Египте даже был иероглиф, который выглядел как перепеленок. И обозначал звуки В и У. Что касается голоса, то голос у перепела тоже запоминающийся. Недаром в России его заводили, как певчую птицу. У меня даже есть запись этого крика. Давайте-ка послушаем. С перепелами связана одна библейская история. Когда израильтяне вышли из Египта и странствовали по пустыне Сур, о ней постоянно роптали. Вместо того, чтобы обратиться с молитвой к Господу, они высказывали свое недовольство. Им не хватало еды и воды. Господь, несмотря на их ропот, пришел им на помощь. Вечером налетели перепела и покрыли стан израильтян. А поутру выпала роса, которую можно было пить. Мясо и яйца перепелов вкусны и полезны. В перепелиных яйцах много витаминов и микроэлементов. В одном грамме перепелиного яйца содержится в 2,5 раза больше витаминов чем в одном грамме куриного. А калия, фосфора и железа там больше почти в 5 раз. У перепелов очень высокая температура тела, 42 градуса, поэтому они устойчивы к инфекциям. Их яйца можно употреблять сырыми и при этом получать весь комплекс питательных веществ. Ведь при варке яйцо обычно теряют многие из них. Ну вот и все, что я хотела рассказать. Поэтому дело о загадочной скорлупе я объявляю закрытым. Подошло к концу наше очередное заседание Биологического общества Академии занимательных наук. Сегодня мы узнали о том, зачем животным хвосты и о полезных свойствах малины и перепелиных яиц. А я жду ваших писем по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» Анне Семеновне Бабочкиной. Или пишите мне на сайт телеканала 3W-радость-моя.ру. С нетерпением жду новой встречи с вами и желаю вам добрых и интересных встреч с природой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 А.Егорова